В онлайн-кинотеатрах посмотрят экстремизм. В онлайн-кинотеатрах посмотрят экстремизм. Государство закажет систему мониторинга видеосервисов. 2. Газета «Коммерсант» номер 105 от 20 июня 2019 года, СТР. 1. Власти начнут следить за контентом онлайн-кинотеатров. Техническое задание для системы контроля в этой сфере по заказу структур Роскомнадзора разработает компания М-13, известная системой мониторинга СМИ Катюша для администрации президента. Однако эксперты сомневаются в перспективах инициативы, похожую систему уже безуспешно пытались создать для кабельного телевидения. Подведомственный Роскомнадзору главный радиочастотный центр 18 июня подвел итоги тендера на разработку концепции и проекта технического задания на создание автоматизированной системы контроля выполнения владельцами аудиовизуальных сервисов в требовании СТР. 10.5 Закона об информации. Начальная цена закупки составляла 1,8 миллиона рублей. Победила ООО М-13, предложившая разработать техническое задание за 1,5 миллиона рублей, следует из информации на закапки.gov.ru. Согласно документации, система должна будет следить, чтобы видеосервисы не допускали нарушений, предусмотренных СТ. 10.5 Закона. Не распространяли призывы к терроризму, экстремистские материалы, информацию о способах самоубийства, пропаганду насилия и жестокости и нецензурную брань. Кроме того, система должна автоматизировать ведение базы данных записей об аудиовизуальных произведениях, планировании мероприятий по их мониторингу, подготовку отчетов и синхронизацию с реестром аудиовизуальных сервисов. В онлайн-кинотеатре ТВЗАВ приветствует потенциальное появление системы мониторинга, поскольку легальные сервисы, как ТВЗАВ, законопослушные будут выполнять указания закона, а вот пираты вряд ли, говорит начальник юридического отдела компании Александр Лев. Впрочем, уточняет он, правильнее было бы сначала создать методику определения количества пользователей и определить круг сервисов, которые войдут в реестр, а уже потом создавать систему контроля. Ген-директор онлайн-кинотеатра Иван Градецкий заверил, что компания подчиняется требованиям законодательства. В Амедиатеке ИВ не смогли оперативно предоставить комментарий, ВМГ не ответили на запрос. Рунет получит суверенитет в ноябре. Похожую систему мониторинга власти уже хотели создать для кабельного телевидения, добавляет главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Причем кабельщики, в общем-то, согласны, у них будет меньше головной боли. Но с момента инициативы прошло примерно полтора года, а ВОЗ и ныне там, отмечает он. При отсутствии какого-либо прогресса в подзаконных актах по аудиовизуальным сервисам можно сделать вывод, что тендерно-техническое задание для системы мониторинга создается для освоения выделенных бюджетных средств, категоричен аналитик. Неясно, зачем нужна мониторинговая система, если достаточно зайти на страницу Яндекс.Видео, ввести какие-нибудь фривольности и получить запрещенку. Зачем для этого система мониторинга? Удивлен глава компании платформы решения Егор Яковлев. Пространство свободы, территория ограничений и серые зоны в спецпроекте твердый знак читать далее.